Вечер в хату террористы. Сегодня с блогерами мы будем усолить тему ИГИЛа и прочей Сирии. Политика нахуй. В магазине clubzvk.ru вы можете приобрести множество пабликов и групп с уже имеющимися подписчиками по самым низким ценам, а также обычные аккаунты ВКонтакте и Одноклассники. Для всех подписчиков действует специальный промокод со скидкой 10%. Ссылку на магазин и промокод вы найдете в описании под роликом. Помощь Сирии или очередная многоходовочка? Это помощь себе в первую очередь, потому что политики они умные. Вот как мой сосед, который вечно стучит. Там ведь как? Либо президент Сирии будет под контролем Кремля, либо под контролем Вашингтона. А там очень важный стратегический и геополитический регион. Я по роду своей профессии, это небольшая тайна, но я снимаю людей, которые приближены, так скажем. Вот. И я, короче, не лох, как это было сказано в одном из видео парня про Гроул. Я понимаю в этой теме кое-что. Я могу так сказать, что, безусловно, все политические маневры и действия – это всегда некая многоходовочка. И это действительно так. Это, в принципе, даже видно. Политологи, люди, которые хорошо разбираются в политике, они говорят об этом, это понятно. Но при этом важно понимать, что вся эта операция – это, безусловно, помощь Сирии, потому что на Сирию сейчас очень большое давление. И, ну, просто, не знаю, вникал ли ты в это, но это было просто пиздец как смешно, когда просто договорились о том, что Россия помогает, Россия бомбит ИГИЛ. И потом через пару дней США, блядь, скидывают оружие просто ИГИЛу, нахуй. Но типа, типа, по этим, блядь, оппозиции. Ну, это же просто пиздец какой-то. Ну, то есть, о чем речь? Ну, это уже просто, как бы, ну, глубже в эту тему, но это так. То есть, америкосы дают оружие всем, чтобы Асада и Сирию, короче, сирийскую армию, как бы, замочить. А тут Россия пришла помогать. Ну, безусловно, Россия в этом смысле молодец, я так считаю, и мы говорим, что никого, блядь, в обиду мы не дадим. Но, безусловно, это многоходовочка, чтобы и себе кое-какие выгоды сделать. Стоит ли тратить немеряное количество денег на проблемы, которые касаются нас косвенно, когда в стране и так финансовый кризис? Дело в том, что у нас в стране очень много мусульман. Я сам с Кавказа, да, Ставропольский край, Буденовск. Я прекрасно знаю, как вот в 80-х годах, я помню, как вот многие рассуждали, да какая разница, пусть отделяются, бла-бла-бла. Потом у них возникают там ваххабиты, исламские государства, потом они говорят, Ставропольский край, Сибирь, это будет и Марат, Кавказ. Ну, сначала Ставропольский край, Кубань, начинают устраивать теракты, начинаются боевые действия. Что касается финансирования, то, ну, опять же, я говорю, это геополитические интересы, тут какая-то выгода есть в высших эшелонах власти. Да, им это выгодно. Знаешь, я на самом деле жуткий либераст, но я считаю, что внешняя политика не менее важна, чем внутренняя. Конечно, не в нашем случае. Нам-то лучше, конечно, больнички новые поставить, иначе вот хожу, в какое-то говно с бабушками сижу, а потом мне ставят неправильные диагнозы. Это вопрос, который всегда возникает при подобных ситуациях, но первое, что мне хочется отметить, во-первых, особых трат больших денег нет. Ну, то есть вся вот эта операция, это небольшие траты денег по сравнению там с чем-то другим, например. Это первый момент. Второй момент, ну, во всем нужно знать меру. Безусловно, посмотрим, что будет дальше, втянемся мы туда, побольше не втянемся, но мир сейчас устроен так, что геополитика – это очень важный вектор. И если ты там себя не проявляешь, то к тебе приходят и говорят тебе, как нужно жить и что нужно делать. Именно поэтому нужно делать разного рода шаги. Безусловно, надо решать свои внутренние проблемы, но это все очень тесно связано. Ну, мне кажется, что просто нужна мера в этом. Нужно действовать за бугром, но не больше, чем у себя здесь, конечно. Веришь ли ты в то, что власти ЕС и Америки подружились с Путиным? В мире никто ни с кем не дружит, а сотрудничает. Просто у ЕС и Америки и у России возник такой, знаешь, коллапс, кризис. То есть вот эти санкции, ситуация вокруг Украины, ну, все немножко накосячили. И теперь пытаются выйти из этого кризиса. Дело в том, что американцы этот ИГИЛ взрастили, а потом попытались его задавить. Два года назад, по-моему, они создали коалицию по борьбе с ИГИЛ. Но за это время территория исламского государства выросла, по-моему, в 10 раз. Мне кажется, что для них это такая вот возможность сейчас все так разрулить, обнулить, перезагрузочку такую сделать. Россия там поучаствует, получит свои бонусы. А президент Барак Обама скажет через какое-то время, вот Россия помогла, значит, надо санкции немножко так отменить. Это, знаешь, в кулуарах, там, договорились о чем-то, и все. А так, дружба, я не думаю, что дружба между государствами, это смешно. Каждый тянет одеяло в свою сторону. Я вообще ни во что не верю, стараюсь не слушать никакой СМИ. Я лично этого не могу знать, поэтому не буду утверждать. Но я знаю, что кое-кто хуела. Там настолько все хитроумное, хитрожопо, что это просто пиздец. Чтобы в этом разобраться, я не знаю даже, сколько нужно всего пересмотреть, перечитать, со сколькими людьми пообщаться. Ну, мое мнение такое. США, безусловно, не собираются дружить с Путиным, потому что Путин для них это враг номер один. Это не я придумал, это официальные слова официальных представителей госдепартамента и так далее. Россия и Путин это враг номер один. Это, кстати, для тех, кто не особо понимает, что сейчас происходит, но это так. То есть в Штатах откровенно говорят, Путин враг номер один, Россия наш враг. Ну, как бы вот, чтобы было понятно, что происходит. Дружить они не собираются, но Путин, так как он не хуй с горы, он сделал ряд таких шагов, которые вынудили западных политиков с ним общаться и, как бы, вести какие-то дела, типа дружить и находить точки соприкосновения. Он их поставил в такую позу, можно так сказать, что они вынуждены это делать. Но ни о какой дружбе пока речи быть не может, потому что, блядь, санкции и прочий пиздец он продолжает происходить. Не выльются ли военные налеты на ИГИЛ терактами на территории России? Я думаю, нет, это же обезьяны. Их убить как ни хер делать. Вот все, всех разбомбили. Вот эти ролики, где они там бошки режут, взрывают, они на двачах постоянно какой-нибудь новый ролик каждую неделю появлялся или даже больше. А как бомбить начали, все, снимать-то некогда, монтировать-то некогда, нужно жопы свои прятать по разным углам. В пещерах прятаться или в песке зарываться. Ну, максимум заработать несколько москвичей. Но мне-то плевать, я в Петербурге живу, так что... Нет. В смысле, если наши спецслужбы будут работать, то нет. И это у нас уже было. Теракты почти каждый день. Если спецслужбы будут работать, если армия будет работать, если все страны мира перестанут играть в толерастов и помогать друг другу в борьбе с терроризмом. Потому что ИГИЛ, я считаю, угрозой. Ну, согласись, чуваки режут головы журналистам. Нельзя таким позволять жить в современном обществе. Может, Путин выпускает пар на Сирию после хуёвого альбома Брингов? Скорее, он выпускает пар после песни Тимати. Нет, он начал выпускать пар на Сирию после того, как я перестал скетч снимать. Это же очевидно, сука. Да на самом деле, вот ты задал этот вопрос, и мне теперь всё стало понятно. Почему вообще всё это происходит? Ну, действительно, наверное, так. Ну, а если серьёзно, то... Хотя, блядь, какой серьёзный ответ может быть на такой вопрос? Я считаю, что альбом Брингов пиздатый. В магазине аккаунтов extrakeys.net можно приобрести арму 3 за 280 рублей, 16-ю фифу за 200, а Battlefield Hardline и вовсе за 120. Ссылка в описании. На этом вопросы кончились. Весь ролик играла группа Неботабу, ищите их ВКонтакте. Ну и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если хотите, чтобы Сирию присоединили к России, как Крым. На этом всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok